Всем привет! Сегодня я вам покажу очень важные настройки, которые касаются вашего интернета через Wi-Fi и через мобильную сеть. Я вам покажу отличные настройки, которые помогут сделать скорость вашего интернета намного выше. Потому что не все зависит от оператора сети и от вашего провайдера. Понятное дело, что допустим вы подключены к какому-то определенному тарифу, неважно это Wi-Fi или мобильный интернет, и он допустим выдают какую-то максимальную скорость. Но представим, что это 100 мегабит. Так вот, если вы скачаете из Google Play Маркета, ну или со стороннего какого-то источника абсолютно любую проверку теста скорости, то вы будете удивлены. Скорее всего ваш телефон не будет выдавать на полную, вот на 100 мегабит, который допустим обещает сам провайдер. Очень многие телефоны тянут всего 15-20 мегабит, ну или приблизительно 30. В общем скорость интернета в 3 раза меньше, чем заявленная. Это конечно же влияет на скорость работы. Допустим того самого YouTube, на скорость скачивания, на скорость просмотра каких-то видео, те кто играет в онлайн игры, так вообще все там подвисает. И вы думаете, как это такая классная скорость у меня подключена, но все тупит, все плохо отработает. Все что касается интернета на самом деле, не все так печально, можно кое-что изменить и станет намного лучше. На каждом телефоне это конечно даст разный результат, но попытаться в любом случае стоит. Поэтому досмотрите пожалуйста это видео до конца. Первое это Wi-Fi. Зажимаем наш Wi-Fi и мы попадаем в настройки помощник Wi-Fi. Нажимаем и здесь у вас будет отключен ползунок. Приоритизация Wi-Fi. Распределение пропускной способности для приложений и фоновых загрузок. В общем ваш телефон сам ограничивает работу всех вот этих процессов и всей вот этой скорости. В общем включаем этот ползунок и здесь активируется скорость соединения и сбалансировано. Возможно у вас будет вот таким образом стоять, выделять равную пропускную способность для приложений и фоновых загрузок. Тогда 100% убираем вот это и нам нужно чтобы была настройка скорость соединения. Отдавать приоритет используемым приложениям снижая скорость фоновых загрузок. То есть что это означает? Это распределение конкретно тем приложениям, которые вы запустили. Допустим вы сейчас смотрите YouTube, то YouTube будет больше даваться скорость. Если вы играете в какую-то онлайн игру, то на эту игру будет больше возможностей по скорости интернета. Это очень правильная настройка и скажем намного лучше чем полностью сбалансированный доступ. То есть когда распределяется травмными кусками без вот этой настройки, ваш Wi-Fi скорее всего вообще очень сильно ограниченный и не выдает нужную вам скорость. Дальше, что касается мобильного интернета. Допустим если вы в основном пользуетесь не Wi-Fi, а куда-то выходите и скорее всего подключаетесь к мобильному интернету, чтобы постоянно быть на связи. Пользуйтесь сетями или ищите какую-то информацию, когда она вам нужна. Но многие конечно пользуются безлимитным мобильным интернетом. И скорость тоже так себе. Когда вы заходите в свои стандартные настройки, сим-карты, мобильные сети, нажимаем свою сеть, которой вы пользуетесь конкретно, то где у вас есть интернет. Вот зашли, здесь определенные стандарты настройки, которые есть на всех телефонах. Имя сим-карты, номер сим-карты, точка доступа, предпочтительный тип сети и мобильные сети. Но здесь спрятана еще одна настройка. На некоторых телефонах она есть или нет. Потом заходите сюда, просматривайте. Но в большинстве моделей она просто припрятана, потому что заходить туда очень сложно. Это нужно делать через специальные настройки. Сейчас я вам покажу, как ее включить. И мы еще вернемся назад. Вот я просто свернула. Заходим в свою телефонную книгу, нажимаем на набор номера и вводим вот такую секретную комбинацию. Звездочка, решетка, звездочка, решетка, 86, 58, 3. Решетка, звездочка, решетка и звездочка. Заметьте, надпись написана в конце enable. То есть это не то, что нам нужно. Еще пытаемся ввести эту комбинацию. Звездочка, решетка, звездочка, решетка, 86, 58, 3. Решетка, звездочка, решетка. И опять я нажимаю звездочка. И теперь в конце пишется disable. Это именно то, что нам нужно. Сворачиваем эти наши настройки. Захожу и вы видите, появилась вот дополнительная настройка. Ее здесь не было. То, что я вам и говорила, она может быть вот таким образом. Вот сразу активно я перешла. И может быть вот таким образом выключена. То есть использовать в LTE для улучшения качества голосовых вызовов. И в том числе улучшается мобильный интернет и связь станет лучше. Это еще не все. Досмотрите до конца. Есть еще более важные настройки. Бывает такое, что как бы скорость показывать 100 мегабит. А вот заходишь элементарно в Google Chrome. А он очень плохо грузит. Потому что он сам себе выдает очень мало пропускной способности и скорости интернета. Заходим теперь в наши стандарты настройки. Пункт защита конфиденциальности. Если не можете найти этот пункт, попытайтесь через стандартный поиск. Заходим на защиту конфиденциальности. Вот здесь ниже ищем специальное разрешение. Попадаем в кучу всяких настроек. Ищем неограниченный мобильный интернет. Здесь погружаются все ваши приложения, которые вы установили на свой телефон. Еще можно нажать еще, показать системные процессы. Покажу пример. Допустим, видите, некоторые ползунки включены. То есть нет ограничений. Абсолютно никаких. А кое-какие неактивные. Вот допустим, там где неактивные. Заходим сюда. И вот где фоновый режим. Включаем такую галочку ползунок. И внизу еще включаем неограниченный мобильный интернет. И неограниченная передача данных. Вот здесь ползунок включаем. Назад. И вот рядом с этим приложением уже стоит вот этот ползунок. И он может быть вот таким способом. Отключенный быть. Либо включенный. То есть вы можете так достроить каждое приложение, которым вы часто пользуетесь. Которому нужен полный доступ к мобильному интернету. Или же к Wi-Fi интернету без всяких ограничений. Тут вы уже самостоятельно решаете. То есть, конечно же, всему подряд разрешать такое абсолютно не нужно. Но можете пройтись по нужным приложениям, которые вы очень часто запускаете. Это может быть элементарно загрузки. Вот через загрузки. Вы же скачиваете из Google Play Market или из браузера. Кстати, если браузеры тоже тупят, тоже можно поставить такую галочку. Вот видите, напротив загрузок у меня стоит активная. Это чтобы очень быстро загружалось со всей предельной скоростью. А не допустим, я включила загружать какой-то фильм. А он при скорости 100 мегабит еле-еле качает. Ребят, вот таким образом можно изменить некоторые настройки в телефоне. Которые помогут улучшить вам интернет на вашем телефоне. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Пишите в комментариях, у кого сколько получилось. И насколько лучше стал у вас интернет. Ставьте лайк этому видео. Всем хорошего дня. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok